Саша, я часто слышал, что россияне опасаются, что китайские народы займут территорию Сбили. Это точно? Ну да, такой миф в общественном сознании действительно существует. Говорят, что якобы китайцы специально переселяются на территорию Сибири для того, чтобы заселить эту территорию, чтобы в дальнейшем Китай мог эту территорию аннексировать. Этот миф существует в обывательском сознании, является наследием антикитайской пропаганды, которая велась во времена правления Хрущева и Брежнева. И этот миф продолжает тиражироваться псевдопатриотическими, националистическими и прочими правореакционными силами до сих пор. Демонстрируются подложные карты, которые якобы изданы в Китае, где территории половины России закрашены в китайские цвета. Пишутся книги, где описываются конфликты Китая-Россия за принадлежность Сибири. То есть этот миф в общественном сознании поселился, его продолжают поддерживать, его продолжают питать. В общем-то, живучесть этого мифа объясняется тем, что русские люди в своем большинстве мало думают о том, в общем-то, какими целями люди вообще живут, зачем на Дальний Восток приезжают китайцы и так далее. То есть здесь проблема именно в обывательской точке зрения, на которую политический миф ложится очень легко. И здесь в России в основном мало знаем о Китае. Ну, как можно предположить, и в Китае мало знают о России и русских. Поэтому мифы друг о друге, непонимание, враждебность – это неудивительное явление в современных условиях. Поэтому это сознание необходимо менять, менять тем людям, которые это понимают. Погандировать дружбу и добрососедские отношения. Потому что, в принципе, простым гражданам Китая и России делить в принципе нечего. И иначе и быть не может. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерла до утра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok